...который пошумел потом в Лиге Чемпионов. На Камп Ноу выходят футболисты Барселоны. Сегодня не только весь Камп Ноу, не только вся Барселона, но и вся Каталония вместе со своей командой, которая должна совершить чудо. Кинет клуб по окончании нынешнего сезона. Вот таких футболистов отправил на поле с первой минуты. И вот такая схема, которая может показаться Синьеста и Тьяго Силова вместе с арбитрами этого матча Денис Айтыкин. Возглавляет бригаду, он из Германии. Помогает ему Гмидо Клевьо, главный тренер Унаэмери. В потрясающей форме находятся уругвайские нападающие Парижа. Одинсон Ковани, 37. И здесь надо выбираться Кевину Трапу из ворота. Он не выходит. Это, по-моему, гол Барселоны. Открывает счет Барса на третьей минуте. Быстрый гол случился. Кевин Трап ошибается. Застрял на линии ворот и пропускает, пропускает Парис Сен-Жермен. Та самая ситуация, когда, похоже, он делает свою работу. Арбитр партнеру как раз по национальной сборной. И возникает пауза, которая еще раз нам с вами дает возможность увидеть забитый Луисом Суаресом гол. Вот здесь сказалось то, что обычно ставят вину Марко Верати. Он, даже находясь возле своих ворот, никогда не пытается... Иниеста lets it run, then tries to chase down a Marquinhos. So he's done well, Иниеста! Oh, and it's a second goal! And it really is game on here! Каламатес defending from Paris Saint-Germain! And Barcelona... ...дefend this ball. Луисом Сурати tries to dive in. Маркинис is trying to let it run out of play. There's the big mistake. And Kajao has a big swing in it. Maybe he could have done better. Goes from his foot onto his knee and back into the net. But great persistence. Все-таки назначен пенальти Денисом Айтекином. Итак, Лионель Месси против Кевина Траппа. Удар! Гол! 3-0! 3-0! И один гол остается до дополнительного времени. А Месси даже не думает праздновать. Он бежит к центру поля с мячом в руках, чтобы забивать еще, еще и еще. Но вот теперь настоящее испытание для Paris Saint-Germain. 3-0! После 4... Один из первых, когда реальную пользу приносят эти люди. А вот по менту Парижа удар Кавани! Гол! Эдинсон Кавани возвращает PSG уверенность в собственных силах. 3-1 становится счет на 62-й минуте. Кавани 38-й гол в 37-м матче этого сезона. Барселона не спать! И сейчас сквозь гул Кампноу наверняка прорвется. Ери, Оджи, Эду, Мани, Сенья, Семпре, Матадор, Кавани. Потому что именно он будет его исполнять. Короткий разбег. Удар! Хороший удар! О-о-о! Ес же! Концовка будет! 4-1! 2 осталось, Барс! 2 осталось и теперь становится очень важно. Количество минут, которые добавит Денис Айтыкин на 88-й. Барселона забивает четвертый. Кжега же Крыховика готовит к появлению в игре Уна Эбери. Великолепный удар на Ямар. Ковентрап не верил. Пробивать, забивать. Еще один заброс на Суарес. На Суарес штрафной. Падает! Что там? Пенальти! Пенальти! Ой-ой-ой! Девятая минута! Слушайте, ребята! И желтая карточка еще защитнику, свалившему на Луисе Суаресе. Маркинис. Маркинис пропустил следующий матч. Он сейчас мечтает. 5-1. И забивает. 5-5 по сумме двух матчей. Но у Парижа есть гол в гостях на Компно. Айтыкин, рассказывай, сколько добавляешь. Черт возьми, это действительно лучший Марк Андре. Неймар. Левая нога. Заброш штрафную. Опозный момент. Гол! 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 Сержи Роберто, Барселона. Это Барселона. Это команда, которая может все. На пятой добавленной минуте Барселона забивает шестой мяч ворота Борис Энджермен. Ну, простите, я сейчас не могу сказать то, что очень хочется сказать, но это мир-смерть. Это фантазия.